Доброго пятничного утра! Желает вам шоу Утро Дома! И вместе с вами мы его ведущие Юра Критенко и Аня Кузина. Мы обращаемся к аудитории на русском языке, чтобы больше людей могли нас смотреть и узнавать, что происходит в Украине. Для нас очень важно доносить правду о вторжении России в Украину, и мы надеемся, что для вас это тоже важно. Сегодня в программе вас ждет встреча с отечественным дуэтом про Бесхарди. Это те самые авторы всемирно известного трека «Доброго вечера мы с Украиной». А еще мы вам покажем, какие красавицы защищают украинскую землю. Как живут украинцы в Испании. Вспомним того, кто был проклят Москвой 300 лет назад, потому что тогда еще хотел, чтобы Украина была самостоятельной и процветающей. Ну вот теперь история и повторяется. Много интересного подготовила наша команда, чтобы начало вашего дня было насыщенным и очень интересным. Поехали! Юра, а ты знаешь самый знаменитый символ Нью-Йорка? Ну конечно, Анечка, это же статуя свободы. Ну все верно, это было очень легко. И сегодня очень знаменательный день для этой статуи, потому что именно сегодня, 137 лет назад, она прибыла в Нью-Йоркскую гавань из Франции. Да, для тех, кто не знает, символ независимости США – это подарок французского народа американскому. Поэтому монумент и проделал такой огромный путь из Европы в Америку. Какие еще примечательные события этого дня вошли в историю, мы узнаем через мгновение. 17 июня 1972 года в Вашингтоне начался крупнейший политический скандал 20 века «Отергейт». В одноименном фешенебельном отеле, где находился штаб, кандидатов президента США от демократической партии Джорджа МакГоверна были задержаны пятеро неизвестных. Они устанавливали в помещении прослушивающие устройства и искали документы, компрометирующие администрацию президента Ричарда Никсона. Злоумышленниками оказались сотрудники Комитета по перевыборам республиканца. В ходе расследования было установлено, что в стенах Белого дома велись записи разговоров, которые имели отношение к происшествию в отельном комплексе. Тогда Верховный суд страны обязал администрацию главы США передать пленки. Из них стало известно, что переизбранный президент Ричард Никсон, желающий замять дело, препятствовал расследованию противозаконных действий. Не дожидаясь решения Сената, республиканец добровольно сложил с себя полномочия главы державы. Это был единственный в истории США случай, когда президент досрочно ушел в отставку. В этот день, 83 года назад, во Франции состоялась последняя публичная казнь через отсечение головы гильотиной. Смертный приговор был вынесен 31-летнему выходцу из Германии Эжену Вайдману. Его считали одним из самых жестоких преступников на территории Франции в 20 веке. Вайдман родился в обеспеченной семье, но еще в детстве у него проявлялись неконтролируемые вспышки агрессии и злости, а также страсть к воровству. Повзрослев, Вайдман грабил туристов и даже убивал. На его счету было шесть жертв. Казнили серийного убийцу с помощью гильотины на площади у тюрьмы Сен-Пьер в Версале. Это событие привлекло внимание сотен французов. Зрелище было настолько ужасающим, что после него тогдашний президент Франции Альбер Лебур наложил запрет на публичные казни. Выдающемуся польскому режиссеру Кшиштофу Занусси сегодня 83. Выходец из известной итальянской династии производителей бытовой техники родился в Варшаве. Успех Кшиштофу пришел после выхода короткометражной ленты «Смерть провинциала». Это была дипломная работа Занусси, тогда еще студента Лодзинской киношколы. Фильм получил призы международных кинофестивалей в Венеции и Мангейме. Работы Занусси – это авторское кино. Ко многим из них он сам писал сценарий. Темы любви, смерти, счастья и совести – одни из главных в его творчестве. За свою карьеру Занусси создал более 100 фильмов. Среди самых известных – «Семейная жизнь, иллюминация, спираль». Талант режиссера отмечен множеством престижных международных наград. В 2014 году Кшиштоф Занусси вместе с другими деятелями польского театра и кино осудил российское военное вторжение в Крым и на Донбасс и выразил поддержку Украине и ее народу. А каким будет 17 июня 2022 года – зависит от каждого из нас. Более 6 миллионов человек, именно столько украинцев, вынужденно покинули страну, убегая от войны. Страшная цифра. Столько семей разделили, столько планов разрушили. И все из-за российского вторжения. Ну что хорошего, Анечка, большинство людей нашли пристанище в странах Европейского Союза. И мы хотим выразить огромную благодарность простым европейцам, которые так тепло приняли наших детей, женщин и стариков. Да, и от себя лично я тоже скажу большое спасибо за поддержку. Героиня нашего следующего сюжета поведает историю о том, как временно поселилась в небольшом испанском городке и как государственная система страны заботится об украинцах и помогает им. Война России против Украины застала Ирину в Барселоне. Девушка улетела туда на отдых. 23-го вечера полетела в Испанию в отпуск. У меня 25-го лютого день народжения просто. Я решила, типа, на тиждень, как бы, трошки, я люблю просто на святый день народжения, куда-то прилетать. И вот так вот я тут потрапила. Я думаю, что это был один из остальных рейсов с Борисполя, который был. В столице Украины у Иры был бизнес – свой косметологический кабинет. Его пришлось пока закрыть, ведь недельный отпуск затянулся на несколько месяцев. В Испании Ирина уже не туристка, а вынужденная переселенка. Девушка сейчас делает документы, которые позволят ей легально пребывать в стране два года. Документы можно оформить в специальных центрах во многих городах страны. Все переселенцы имеют право на трудоустройство. Правда, большинство украинцев говорит, что найти работу в Испании очень сложно. Власти страны вместе с международными организациями стараются обеспечить людей жильем. Ирине с другими переселенцами волонтеры помогли арендовать квартиру в небольшом городе на востоке страны. Квартира, которую Ирина снимает с другими украинцами, трехкомнатная и очень большая. Далее, квартира, салон, зал. Денежных выплат украинские переселенцы пока не получают. Но власти утверждают, что этот вопрос скоро решат. Зато людям помогают с едой. Также есть специальные карточки в продуктовые магазины. То есть 70 евро на месяц. И ты там можешь выписать мясо, рыбу, овощи, фрукты. Все переселенцы в Испании могут оформить медицинскую страховку. Она бесплатная и выдают ее в больницах. Детей без проблем принимают в местные школы. Более того, власти Испании трудоустроили украинских учителей, чтобы те помогали в учебе. Министерство освяти буквально в очень быстром таком ритме сделало конкурс. Отбирало 200 украинских учебников, которые уже были тут, або которые приехали из Украины, которые знали испанскую мову. Наши украинские учебники будут учиться нашими детьми. Раньше Ирина очень любила планировать на несколько лет. Но все планы и мечты рухнули 24 февраля. Сейчас она живет одним днем и помогает соотечественникам выглядеть красиво и ухоженно даже в Испании. Юра. Да. Ты заметил, сколько красивых мужчин и девушек в нашей армии? Конечно, Анечка. Ну, наши девушки не только прекрасные, но и храбрые, и умные. Да, как не гордиться такой армии? Пусть все наши защитники и защитницы возвращаются домой живыми, целыми и здоровыми. Съемочная группа «Утро дома» встретилась с одной из наших военных красавиц и узнала ее историю. Ранним утром, 24 февраля, Александра проснулась от громких звуков. Над Киевом взрывались российские снаряды. Началась полномасштабная война. Мы с ребятами, в принципе, к этому были готовы. Мы так и подозревали, что после 20-го числа, в 20-х числах это будет. Первым делом Саша убедилась в безопасности всей семьи и отдала на передержку своих любимых животных. Животных я отдала очень хорошей женщине, знакомой моей подруге. А уже 26 февраля взяла в руки оружие и присоединилась к 206-му батальону. Это была территориальная оборона. Сейчас они в составе 28-й бригады ЗСУ. До полномасштабного вторжения Саша несколько лет жила в Киеве и занималась волонтерством. Подбирала животных, бездомных, лечила, пристраивала. Ну и потом как-то военной деятельностью начала заниматься. Я просто попала на полигон случайно. И как-то начала ездить туда каждый день. Потом инструкторам мне сказали не забрасывать это дело. Ну и просто на полигон стрелять. Ездить стало скучно. Ну и я нашла один батальон под названием «Украинский легион». С них начала. В «Украинском легионе» Саша училась военному делу. Опытные командиры обучали девушку всему, что может пригодиться солдату на поле боя. Учили многим спецификам, медицине. Стреляли мы. Имитация разведки была у нас. Да в принципе, ну, всему, чему можно. После «Украинского легиона» Саша отправилась за знаниями в добровольческий медицинский батальон «Госпитальеры». Чуть позже способности Саши заметил командир грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили. Хороший солдат, как и все украинские девушки. То есть у них есть идеология, и, исходя из идеологии, из них получаются хорошие бойцы. Мы воюем с довольно большой армией противника. И нужно иметь идеологию, нужно понимать, что ты делаешь. И у Саши есть эта идеология. В первые дни полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну вместе со своим батальоном Саша отправилась в самые горячие точки Киевской области, чтобы спасти беззащитных людей. Поначалу главная задача нашего батальона была в эвакуации гражданских с горячих точек. Мы эвакуировали порядка 10 тысяч людей с Бучей и Серпеня. Разрушенные дома. Много трупов. На вопрос, было ли страшно, девушка отвечает холодно и не раздумывая. Страх тоже, как я и говорила, дело привычки. Ко всему привыкаешь. Но если и страшно, то в какие-то более спокойные моменты, когда есть время подумать. Саша ненадолго вернулась в Киев из Николаева, где сейчас защищает нашу страну ее батальон. Пару дней на отдых, и будет следующая ротация. Куда, она еще не знает, но уже поскорее хочет вернуться к своим братьям по оружию. Это утро дома. Мы выходим в таком необычном формате из-за войны России в Украине. Но очень рады, что можем встречать утро вместе с вами. Сейчас к нам присоединяются гости, музыканты, авторы хита «Доброго вечера, мы из Украины». Это электронный украинский дуэт «Робес Харди». Доброго вечера, мы из Украины. Доброго вечера, мы из Украины. Ребята, спасибо, что вы присоединились к нашему эфиру. Ваш трек стал просто гимном освободительной войны против российских оккупантов. Вы ожидали такого? На ютубе трек уже посмотрела больше 10 миллионов людей. Ну, смотрите, когда мы начали это делать, мы просто делали музыку, как музыканты. И у нас была такая идея, что в 2021 году сейчас не было электронной музыки, которая нам понравилась. Я имею в виду электронная музыка с украинскими семплами, мотивами. И мы таки подумали, что нужно еще и шукать. Шукали, шукали, и они знали, как слышали. И решили, давайте попробуем что-то сделать так, как мы слышим. Потому что мы работаем в этом направлении. Мы есть диджеи, мы эстролирующими, мы есть музыкантами, электронными. Поэтому давайте попробуем. Пробовали. Демка была, она очень долго не была релизом, чтобы никто не слышал. Она была у нас там, где-то на компьютере. И такая в ней, знаете, история очень интересная, потому что она такая впечатляет, что она сама решила, когда ей появиться в этом треке. Я играл еще на декольких фестивалях, онлайн-фестивалях, знаете, потому что еще был карантин. И там люди очень интересны этим треком, что за трек, где его взять, как почути, где, 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 где. Я думаю, ну прикольно, знаете, она сама по себе идет. И потом, когда у нас уже был один из, ну, у нас был контракт с очень серьезным лейблом, и он закинчивался, я говорю, слушай, давай уже его будем выпускать. И мы его выпустили 29 жовтня, и все, и вот так далее, и далее он уже начал жить своим жизнью, и я не знаю, что дальше будет с ним еще. В чем же секрет, скажите нам, пожалуйста. На самом деле, мы никакого секрету в него не вкладали, ничего такого не было. Единственное, что я хочу отметить, потому что мы, знаете, мы, когда его писали, не делали никаких, ну, мы делали, как хотели, как чули. Не было, знаете, правил, або что-то там, не зайде, зайде, цей бас агрессивный, а цей неагрессивный. Просто делали, как, там, а давай будет первая яма, там, такая будет мелодия, а другая яма будет совсем другая. Давай сделаем так, давай. Ось так оно делалось, очень легко. Та фраза, ну, может, вы знаете ее историю? Ні, не знаете. Я знаю, я знаю, я хотела как раз вас спросить. Эта фраза была сказана Марком Голеневичем, солистом группы Даха Браха на одном из концертов в США в 2014 году. Так, так. И тому, ну, для нас, вони дуже, ну, цей гурт мы дуже поважаем, насправді. Тому що, знаете, він дуже давно представляє Україну, українську музику, українську самобутність, так. І давно її популяризує, їздить по всему світу. Тому я вважаю, що його місія і місія цієї фрази була десь, ну, запрограмована, знаєте. Тому хай буде так, хай буде так. Ви за этот трек получили награду от мэра своего родного города, Кременчуга. Вот, що это за награда, расскажите. Ми в місті Кременчук дуже давно, ну, ще з дитинством, мабуть, працюємо там, молодіжний парламент Кременчука. Є така організація, знаєте, там ми робимо якісь концерти, якісь заходи. Такий активна молодь, знаєте. І завжди нам щось там вручали таке, але це був там за активну життеву позицію. І я, насправді, коли мене, ну, коли нас як гурт, і коли мені зателефонували, запросили, кажуть, приходьте, буде якесь вручення. Я кажу, ну, класно, думаю, ще буде там активна позиція. А ще, знаєте, вони коли телефонували, дуже багато питань задавали там, стосовно документів якихось. Думаю, тю, ну, що, раніше просто прийшов, отримав грамоту, все, типа, пасіба, пока. І що вийшло, що вони нагородили за заслуги перед містом. Ось так воно виглядає. Тому в мене навіть там, це був такий перший подарунок. Я дуже люблю свій город і всіх, хто до нього причетний. Але це перший раз, що в мене навіть є якась медаль. А, це медаль, да, настояще? Так, 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 так що якщо що, я могу так і поцепити. Недавно в Росії перепели ваш трек Доброго Вашого. Як ви на це отреагували? Ну, знаєте, це в них, я, в чим, от сейчас, дуже багато з цього приводу інформації є, що там ще здавен вони завжди все вкрали, завжди. Причому я навіть знайшов такий там відос мені, що трек «Вставай, страна народна» чи яка там огромна, це український трек. І українською мовою він є, і текст української мови. Розумієте, вони все завжди крали. І мало того, що вони вкрали і Доброго Вечеря Мозу Україну, ну, переробили, так? Ну, а як це вони зробили? Це дуже, як це сказати, так, щоб можна було у вас сказати. Ну, скажімо так, якщо по-простому, це погано вони зробили. Це дуже поганий, і ця ідея теж дуже погана. Але, знаєте, я спочатку трошки заснутися, думаю, що це, як це, що це буде далі. А потім я побачив в реакції людей, які навіть в Тік-Ток знімали, і такі, боже, це кончено, розумієте? Оце тому нічого нового вони для мене зробили там. Хай, хай, хай буде так. Скажіть, а зараз ви над чим-то працюєте? Що ти пишете? Какі-то нові композиції? Так, ми працюємо далі, ми не зупиняємось. У нас знайомі, вони перші, там, кілька, шість, мабуть, п'ять днів були в Києві, коли була дуже тяжка ситуація, коли дуже бомбили, так, і вони виїжджали. І, там, одна з них мені написала, що ми ось зараз їдемо в машині, слухаємо «Доброго вечора ми з України», і всі плачуть, типо, тому що, ну, він, тобі, має, дякую тобі, ну, типо, за цей трейд, знаєте? Я думаю, слухайте, ну, ми не маємо права зупинитися зараз, тому що це ж комусь потрібно. Ми зробили зараз декілька виступів благодійних всім колективам про Бастахарди, ми поїздили, там, ми збирали, там був такий проєкт «Я з тобою», це був збір для дітей, ще декілька, ну, дуже класні такі проєкти, знаєте, які дійсно допомагають і дійсно збирають гроші на потреби і з СУ, і дітей, всім, хто потребує, там, і біженців. Нескільки недель назад у вас вийшла нова композиція «До бою». Расскажіть нам о том, будь ласка, як вийшло цей трек і кому ви його посвятили. Це ми хотіли підтримати наших війнів, щоб вони розуміли, що ми з ними і ми хочемо, щоб, ну, насправді, всі зараз до бою, всі на своїх фронтах, але всі, вони, ну, всі люди, які зараз є, вони щось роблять, розумієте? І коли з'явилася перша частина цього треку, коли була, ну, з'явилася ідея, ми дуже чітко зрозуміли, що повинна бути агресивна форма, агресивна форма такого треку. Тому що, ну, ще нічого не закінчилось, все тільки починається. Ще дуже багато праці у нас і у волонтерів, і у всіх, у всіх українців дуже багато зараз роботи. Тому ніхто не зупиняється, ніхто не розслабляється. Всі до бою, всі разом, всі допомагаємо один одному і тільки тоді буде перемога і вона буде швидше. Дякую вам дуже, спасибо большое, спасибо, що нашли время присоединиться к нашому ефіру, удачі вам і вдохновення в це непростое время. Дякую вам, спасибо. Работа в сверхсложних условіях, необхідність вибирати, ч'ю жизнь спасати в першу чергу, в таких реалиях работають сегодня українські медики. Юра, ти знаєш, як їх називають военні? Да, ангелів в білых халатах. По-моєму, це дуже точне определення. Скільки людей вони спасають в городах, які обстреливають і бомбить російська армія. І вони порой виконують цю роботу з перебоями електроенергії, без медикаментів. Не зле врачам посвящено багато фільмів. Об одному із самих долгоиграючих серіалів о житні хірургов, работаючих в передвижном военном госпитале во время Корейской войны в начале 50-х, наш следующий сюжет. Чёртова служба в госпитале Мэш. В рубрике серіалы. Я работала в штабном госпитале в Сеуле. Очень строгое место по сравнению с этим. Здесь у нас всё очень неформально, да мы здесь не очень-то перетруждаем себя. Стараемся, чтобы военные действия не приходились на час коктейля. Сериал «Чёртова служба в госпитале Мэш» родился благодаря войне в Корее и полнометражному фильму «Военно-полевой госпиталь Мэш», который, кстати, отметили золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля. Перед создателями стоял вызов продлить знакомство с любимыми персонажами, но даже они не рассчитывали на такой успех. Мэш продержался в эфире 11 сезонов. Органических заболеваний нет, верно, физически ты на 5 с плюсом, но психически на двойку. Я уже сталкивался с подобными симптомами, это называется симулянством. Прописываю дополнительные дежурства. Фрэнк, не будь таким нетерпимым. О сюжете. 11 лет зрители наблюдали за жизнью группы врачей-хирургов, работающих в передвижном военном госпитале во время Корейской войны в начале 50-х. Почему так долго и успешно, спросите вы? Потому что центральные персонажи передвижного армейского хирургического госпиталя стараются отвлечься от тяжелой повседневной работы с помощью юмора. При этом истории, в которые попадают герои, банальны и знакомы каждому, кому не приходилось выживать в условиях войны. Сэр, у меня сообщение от генерала Хаммонда. Радар, ты можешь перебить меня, только если у тебя сообщение от генерала Хаммонда. Да, сэр. Нас взяли в плен? Только послушайте. 4077-я часть спасает жизни 90% поступающих раненых. Это рекорд среди медицинских групп, работающих в Корее. Поздравляю, генерал Хаммонд. Как вам это нравится? Кстати, финал «Чертовой службы» до сих пор держит название самого просматриваемого эпизода в истории США, опережая друзей в два раза. Почти все герои покинули Корею и отправились домой, оставив зрителей в странной растерянности. Да, любимые герои будут со своими семьями, но увидятся ли они когда-нибудь снова? В общем, поверьте, в наше время, когда ничего невозможно смотреть из-за постоянного напряжения в связи с войной в Украине, «Чертова служба» в госпитале «Мэш» расслабляет и даже заставляет смеяться. Анечка, скажи, пожалуйста, а ты любишь историю? О, Юрочка, еще со школы. Ну и что же тебе больше всего запомнилось из истории Украины? О, знаешь, сейчас такое время, что почему-то очень часто вспоминается Полтавская битва. Это правда. И следующая история в нашем эфире о личности, о Гетмане Иване Мазепе. Он желал самостоятельности Украины и хотел вырваться из смертельных объятий старшего брата еще 300 лет назад. На десяти украинских гримнах красуется портрет сурового усатого мужчины с надписью «Иван Мазепа». Еще задолго до начала российского вторжения в Украину этот портрет вызвал бурные протесты российских дипломатов. По их мнению, печатая Мазепу на деньгах и устанавливая ему памятники, украинские власти возвеличивают преступника и переписывают историю. Кто он такой на самом деле и почему в России его так не любят? Топ-5 фактов об Иване Мазепе. Иван Мазепа был Гетманом войска Запорожского на левом берегу Днепра в конце 17 века. По нынешним меркам, это что-то вроде главы военно-гражданской администрации, но с важными отличиями. Первой в истории формой украинского государства было объединенное войско Запорожское, которое создал Гетман Богдан Хмельницкий в середине 17 века. Однако вскоре оно было разделено между несколькими державами – Польшей, Османской империей и Московией, то есть тогдашней Россией. Каждая из территорий войска Запорожского находилась под протекторатом соответствующей стороны. Мазепа, контролировавший в том числе Киев и Полтаву, отвечал как раз перед Москвой, но мечтал избавиться от этой зависимости. Выстраивать тонкую дипломатическую игру Ивану Мазепе помогало то, что он был очень образованным человеком. И не только в военном деле. Будучи выходцем из дворянского рода, он окончил Киево-Могилянскую коллегию, по сути, лучший восточноевропейский университет того времени. Мазепа свободно говорил на украинском, польском, русском, татарском, немецком и итальянском языках, а также читал на латыни. Родители прочили ему большое будущее при дворе короля Польши Яна II Казимира. И юноша произвел там хорошее впечатление, но все же в итоге вернулся на родину, втерзаемую конфликтами Украину. Да, Мазепа путем сложных интриг смог стать гэтманом левобережного войска Запорожского. Втайне от Москвы и задумал собрать осколки Украины в одну мощную независимую державу. Чтобы иметь шансы достичь своей цели, Иван Мазепа втерся в доверие к новому и очень юному московскому монарху Петру I. Между ними было 30 лет разницы. Мазепа давал Петру советы, послушно выполнял его поручения и помогал царю, а заодно и себе – отвоевывать украинские земли у других государств. Авторитет Мазепы в глазах Петра был настолько велик, что когда ему донесли о двойной игре украинского вассала, царь не поверил и велел казнить доносчиков. Но все изменилось, когда в начале XVIII века Московия схлестнулась со Швецией за контроль над побережьем Балтийского моря. Через несколько лет после начала Великой Северной войны Иван Мазепа решил выйти из-под протектората Московии и заключил союз со Швецией. Петр I расценил это как личное предательство, хотя упрекнуть Гэтмана сложно. Его войска постоянно выводили из Украины для битв в ненужных Мазепе северных землях, а московский царь ответил на это нарушением союзного договора. Во время войны Петр решил вообще лишить свой украинский протекторат автономии и включить его земли в состав Московии. Без гэтманской власти Мазепа мог забыть о мечте создать независимую Украину. Швеция же пообещала ему широкие полномочия, но вот беда. Даже с поддержкой Мазепы она потерпела поражение в Великой Северной войне в битве под Болтавой. Гэтман успел бежать, но вскоре умер, так и не воплотив свою мечту в реальность. Его драматичная история поразила лорда Байрона, посвятившего Гэтману поэму Мазепа. В ней тот предстал типичным романтическим героем, который выступил против превосходящих стихий и потерпел поражение. А вот российский поэт Александр Пушкин в своей поэме «Полтава» изобразил Мазепу злодеем-предателем, и именно в таком качестве его всегда представляли в российской литературе и истории. На украинских землях Гэтман имел славу справедливого правителя и мецената, однако мстительные правители России предали Мазепу церковной анафене и постарались уничтожить все наследие. Впрочем, когда независимая Украина искала выдающихся личностей для печати их портретов на банкнотах, Иван Мазепа оказался среди главных имен. И пусть прошло почти 300 лет, его мечта о независимой и прекрасной Украине сбылась. Вы смотрели шоу «Утро дома», которое для вас провели Анна Кузина и Юрий Критан. Увидимся через неделю. Помогайте нашим защитникам славу вооруженным силам Украины. И обязательно берегите себя.